115-й километр трассы Чита-Хабаровск. На этом участке работает Иркутская подрядная организация. Под зорким взглядом начальника Дениса Дамдинова, кстати, уроженца Анонского района, рабочие ведут поверхностную обработку дороги по новой технологии с применением битумо-минеральной открытой смеси. Она толще, а значит долговечнее, но главное – безопаснее. Аварийность на таком покрытии ниже. Планируется обновлять один километр трассы в день, а это 400 тонн смеси. Участок данного ремонта протяженностью 9 километров. Начали мы устройство поверхностной обработки 2 дня назад. Планируем закончить до июля месяца. Дальше мы переходим на участок ремонта на километры 71-83. Там планируем до сентября месяца произвести ремонт. Это достаточно крупный 12-километровый участок. Также за заменой и переустройством покрытия в целом. Работы не прекращаются даже ночью. 11-12 часов – такова смена для 150 дорожников. Трудиться им приходится в жару. К тому же опасно, говорит Денис. Некоторые лихачи проносятся мимо буквально в полуметре от рабочих. Кстати, несмотря на то, что подрядчик из Иркутска, большинство дорожников местные – из Карымского, Шилкинского, Нерчинского районов. Всего же ремонтом забайкальских федеральных дорог на 21 участке заняты 11 подрядных организаций, в том числе из Улан-Удэ, Омска и Иркутска. Работы им предстоит много. На 2012 год предусмотрено отремонтировать свыше 200 километров автомобильных дорог, в том числе 120 километров дорог. Это методом устройства поверхностной обработки свыше 60 километров. Это восстановление изношенных слоев и 16,5 километров капитального ремонта дорог будет выполнено в этом году. В том числе по дорогам, по Хабаровской дороге, на которой мы сейчас находимся, будет отремонтировано 33 километра. На Иркутской дороге будет 67 и основной объем запланирован на Забайкальскую дорогу. Это около 100 километров дорог. Ремонтная кампания началась еще в мае и продлится до октября, а местами и до ноября. Более 500 специалистов из разных регионов и свыше 200 лидерных техники будут задействованы в работе. Юлия Тимошенко, Евгений Погорелый, Время насти.